О том, что у Евгения Урлашова сегодня день рождения, уже растиражировано в самых разных СМИ и, соответственно, подано под самыми различными политическими соусами. Действительно, мэру города сегодня исполнилось 46 лет. Однако в погоне с зажаренными новостями и в ожидании развития истории с его задержанием на задний план ушла человеческая составляющая происходящего. 46-й пост-юбилейный год стал и для Евгения Урлашова, и для Ярославля, пожалуй, самым сложным и бурным за последние несколько десятилетий. Евгений Робертович, коренной ярославец, он родился и вырос в семье интеллигентов, инженера-строителя Роберта Павловича Урлашова и научного сотрудника НИИ МСК Галины Сергеевны. У него две родные сестры, Ирина и Татьяна. Он отслужил в армии пожарные войска, работал на заводе топливной аппаратуры, окончил юридический факультет Демидовского университета. Позже получил еще два диплома институтов Москвы и Северной столицы. Личную жизнь Евгения Урлашова можно сравнить с первым не до конца прожитым годом в статусе главы Ярославля. Он был мужем, был и остается любящим отцом в одиночку вырастившим дочь. Анастасии сейчас 18 лет, и то, в каком моральном состоянии сейчас она и родственники Евгения Урлашова, остается только догадываться. Дорогой Евгений, ты знаешь, я не любитель громких поздравлений в газетах и соцсетях. Хотел бы поздравить тебя лично, но по-другому сейчас, увы, невозможно. Конечно, вряд ли ты мечтал встречать свой день рождения в таких обстоятельствах и в таком месте. Однако, согласись, то, что произошло с тобой, прямое следствие отношения к тебе со стороны твоих политических противников. Иными словами, прекрасная оценка твоих профессиональных успехов. Все, кто уважает тебя, понимают, не каждый политик, не каждый истинно народный лидер может заслужить такое отношение к себе. Ты сильный и настоящий. За это тебя любят одни и боятся другие. Желаю, чтобы первых в твоей жизни становилось все больше. Мужество, внутреннего спокойствия, здоровья и боевого настроения. С днем рождения и до встречи на выборах.